Прошу прощения, на этот раз я должен был убедиться, что снял плакаты, которые висели во время обзора «Каллигулы», потому что, ну не знаю, они меня как-то сильно стали отвлекать. Возвращение в «Боги Крик» — это просто космос, но он получил уже достаточно внимания. Я думаю, что после «Техасской резни бензопилой 2» этот фильм вполне мог бы стать третьей частью этой серии, если бы вместо «Бензопилы» был «Эскалибур». Хватит бездельничать, мы должны перейти к самой важной части обзора. К фильму? О-о-о, нет. К результатам опроса. Оба фильма с первого дня боролись за победу. Иногда уже в первый день есть явный победитель, и я начинаю делать заметки. В этот раз «Техасская резня бензопилой 2» лидировала целую неделю, пока не начал продвигаться вперед фантазм. Иногда он был впереди, иногда нет, иногда шел вровень, пока, наконец, бензопила его не обошла всего на четыре голоса. У «Безумца Марца» не было ни единого шанса. Очевидно, что мы прислушались к предостережениям не произносить имя «Безумца Марца», но и так понятно, что все комментарии были о том, почему опять проиграла драма. И победа «Техасской резни бензопилой 2» вполне логична, потому что с выходом трейлера новой бензопилы у людей появилась лихорадка «Техасской резни бензопилой». Я уверен, что отзывы о ней будут отличные. Помахай бензопилой, бро. Ладно, я это еще не смотрел, потому что уже тянет блевать. «Техасская резня бензопилой 2» по сути – это фильм, который приходит вам на ум, когда вы слышите название «Техасская резня бензопилой». В нем сделан дикий акцент на кровавый юмор с повышенной дозой Кэнон Филмс. Топ Хупер, режиссер оригинала, сначала собирался только продюсировать фильм, но потом вернулся в кресло режиссера, когда никого не смогли нанять. Для съемок продолжение. В отличие от оригинала, был сделан упор на черную комедию. Черт возьми, это видно даже по постеру, пародирующему «Клуб завтрак». Вы думаете, что Кэнон сделали фильм таким шизанутым? О нет, они были расстроены, что в отличие от первой части, получилась комедия. Но вам не нужно, чтобы я напоминал про первую часть. Для этого есть краткий пересказ. 18 августа 1973 года в Вольсвагене Вэн с пятью молодыми людьми закончился бензин. Тогда они заправились, вернулись домой и жили долго и счастливо. Извините, но я доверяю пересказу только когда его читает Джон Ларакет. Хотя здесь все равно есть кое-какая важная информация. Техасская резня бензопилой не прекратилась. Она преследует Техас. Кажется, ей нет конца. Думаю, это объясняет все последующие продолжения. Вторая бензопила вышла в 1986 году, спустя 12 лет после первой. Так что, я думаю, есть смысл в том, что я делаю обзор на нее спустя годы после первого обзора. Можете его посмотреть в нашем архиве. Сценарист Л.М. Кит Карсон позаботится о том, чтобы фильм был изобразительней первого. Видите, в этой резне не уцелеет ни один почтовый ящик. Ах, золотые денечки, когда я был парнем из студенческого братства и гонял по Техасу, стреляя во всякое говно и слушая хиты от Диджей Стрэйч, которую играет великая Кэролайн Уильямс. Хотя позже она, возможно, пожалеет, что ей встретится Чоп Топ, а не Зизи Топ. Я думаю, что это вселенная другого фильма. LG играет Лу Перримен. Это он сидел в баре в «Братьях Блюз». Должно быть, это тот же самый персонаж. Можно предположить, что они богаты, у них телефон в машине. Они могут позволить себе заблудиться по дороге на какой-нибудь фильм про студенческие шалости или куда они там едут. Они привыкли к тому, что подобные выходки заканчиваются шлепком по рукам от какого-нибудь мужика. Может быть, у этой шпаны есть шансы против семьи Сойеров. Я имею в виду, что у них с собой пушка. Их веселуха продолжается так долго, что ночью у них начинаются розыгрыши по телефону. И они не остановятся, пока жизнь не покажет им красную карточку, черт возьми. К сожалению, они связались не с теми каннибалами. Честно говоря, я удивлен, что эта семья могла скрываться столько времени. Похоже, в этот раз они не боятся палево, не прячутся и находятся на виду. Черт, в оригинальном сценарии было еще безумнее, поскольку речь шла о целом городе каннибалов и называлась «За долиной техасской резни бензопилой». После стрельбы по почтовым ящикам у них еще есть патроны. Это прямо как к самолетам, поездам, автомобилям. Если бы Джон Кэнди реально был сатаной. А Стиву Мартину раскроили бы голову бензопилой во время прямого эфира на радио. А я что, звонок оборвался? Ну и к черту детишек, а теперь для вас Пэт Беннатар. Я верю, что на этот раз дело будет раскрыто. Деннис Хоппер играет лейтенанта Лефти. Он быстро понял, что каннибалы вернулись и сделали очки из чьих-то глаз. Лефти, дядя Салли и Франклина из первой части, судя по тому, что нам говорят в фильме. Да, что-нибудь слышно о том, кто убил бензопилой детей вашего брата? Хотя это и было 14 лет назад, сэр, в далеком Южном Техасе. Спасибо, офицер предыстория. Держу пари, что рассказчик это вы. Он пытается сказать Лефти, что это просто несчастный случай. Верно, очевидно, что они просто сбили оленя с бензопилой. Но стоит помянуть этих убитых бензопилой. Там так весело, что в вечеринке участвует даже режиссер. Я чертовски обожаю Хоппера, отдаю ему должное, он остается великим, даже когда ему не нравится фильм. Он называл его своим худшим фильмом, пока эта честь не перешла к супер-братьям Марио. К тому же, Кэролайн Уильямс – украшение этого фильма. Это мой шанс перестать крутить музыку и заняться чем-то настоящим. И не включать ничего, кроме Fine Young Cannibals. Несмотря на убийства, это место все еще кажется комфортным для жизни. У них есть дома из картошки фри. И даже штат, на который капает чили. Победителем кулинарного состязания с чили стал Дрейтон Сойер. Минуточку. Этот повар – Джим Сидоу. Вы не сможете меня обмануть. Этот чили сделан из людей. И он очень вкусный. Самое приятное то, что трофей выглядит, будто туда насрали. Возможно, так и есть. Но если серьезно, в этом городке еще существуют законы. Обязательно следите за тем, сколько вы выпили, прежде чем сесть за руль на этих выходных. Верно, вы можете наткнуться на марширующий оркестр, никогда не знаешь, где они появятся. Вам следует ожидать, что начнется резня бензопилой, если у вас есть магазины, в которых продаются такие штуки. Этот бизнес сильно пострадал после смерти фермера Винсента. Он готовится к кульминационной эпической драке бензопилой не на жизнь, а на смерть. Ха-ха-ха. На самом деле, наверное, их просто проще застрелить. Это Кенон Филмс, и они, как никто другой, должны знать, что Бронсон мог бы справиться с этой семьей за пять минут. И не важно, как ловко ты обращаешься с бензопилой. Ну, конечно, когда я пилю таким образом, то обычно теряю по четыре пальца. У Лефти есть просьба к Стрейдж. Он хочет, чтобы она включила кассету в прямом эфире и заманила убийц. Я не уверена, что это законно. Мэм, в этом городе нет законов, вы же знаете. Когда мы вернемся, то нарушим еще больше законов. В этот день Святого Валентина будет много способов умереть. Выбирай любой, мой кровавый Валентин. Уже скоро. Теперь, когда мы вернулись, так много людей погибнет и превратится в Чили. Дрейтон это сделал! Снова! Самый лучший, самый лучший! Ну, хотя бы он кажется счастливым. А она выполняет просьбу Лефти. Это для Лефти. Боже! Круто! Обожаю Слеер! Это злит повара, он большой фанат Нью Вейв. Мне нравится, что фильм более комедийный, но возвращенные персонажи типа этого на самом деле ведут себя не так, как в первой части. А вот новые персонажи, такие как Чоп Топ, действительно привносят изрядную порцию мрачно-комедийного дерьма на эту территорию. Ээээ, я хочу, я хочу заказать рекламу на радио. Очевидно, его бизнеса по продаже пуговиц. Чоп Топа играет Билл Моусли, и у него очки как у Бона. Он из тех людей, которые чешут голову проволочной вешалкой. Он словно его бессловесный герой из «Тихая ночь, смертельная ночь 3». Что-то мне подсказывает, что никакой он не фанат рок-н-ролла. Ну, ну, что-то типа «О, детка, детка!» вообще качает. Как ты смеешь, так Прохим. У него тоже есть просьба. Час комедийных фильмов ужасов. Ей даже не нужно переспрашивать. Она понимает, что ее просят поставить «Меканикл Мэн» Чарльза Мэнсона. Но, увы, вот самая важная часть фильма. Та часть, в которой мы попадаем в сцену с Томом Хэнксом из предместья, которое, да, я смотрел в кино, и там впервые увидел наш фильм. Тогда в кинотеатр не пускали никого младше 17 лет. Потому что это вызывало кошмары даже у бедняжки Рея. Почему бы и нет? В фильме герой Моусли похож на персонажа страх и ненависть в Лас-Вегасе, если бы они словили кайф от коровьего бешенства. Есть такие люди, с которыми вы знакомы, но давно не виделись. И вам не жаль, прости, LG, но тебя не будет в сиквеле. В «Братьях Блюз 2000». Но хуже всего то, что он убил даже чертова пива. Диалоги в этом фильме очень странные. Крутые, но странные. Ты же хороший. Не вздумай трахать кожаное лицо. Посмотрев кучу странных порнофильмов, я удивлен тем, что не видел ни одного, где у кого-нибудь вместо члена была бы бензопила. Эту эротическую сцену Вим Вендерс не разрешил использовать Карсону во время съемок «Париж-Техас». Но, как и любой, возбудившись, он использует свой член, чтобы все сломать. Это действительно история любви. У него есть сердце, он оставляет ее в живых, а Чоп-Топу говорит, что она мертва. Он мягкотелый. В отличие от Лефти, который трахает все, что движется. Так что ей следует позаботиться о себе самой. Она старается действовать скрытно, чтобы ее не увидели. И ей не пришлось выслушивать бесконечную болтовню Чоп-Топа. В конце концов, Лефти действительно появляется, при этом напугав ее до чертиков, прежде чем выйти из машины. Прости, мы в Техасе любим производить впечатление. И разыгрывать тоже. Этот фильм начинает становиться немного странным. Это одна из моих любимых сцен спасения. Похоже, они недалеко от дворца Панкота. Просто шучу. Она в одном из потрясающих домов с привидениями. Из парка Маттерхорн, где снимали концовку. Неудивительно, почему мы не видели семью Сойеров 12 лет. Они были заняты обустройством этого места. И этот парень собирается туда вломиться и порвать всех на куски. Я думаю, что у него есть план, как убить всех. Но в любом случае, с дробовиком было бы гораздо проще. Помоги победить демона, идущего за мной. И отнимающего мои силы. С другой стороны, его бензопила благословлена Богом. Лефти должен сразиться с хитрыми Сойерами, используя свою хитрость. Чем определенно выдает свое местонахождение. Здесь даже хуже, чем он думал. Теперь их стоит найти хотя бы за то, что они не сняли рождественские украшения. На дворе февраль, психопаты. Однако у нас новое название для этого парка развлечений. Это песочница дьявола. Неправильно, это фильм 70-х. Возможно, бензопила – лучшее оружие, поскольку он ее использует, чтобы разрушить вообще все. И то, что он продолжает кричать, кажется хорошей идеей. Согласно «Золоту Калифорнии», один бык уничтожил весь город. Что касается Стрейч, то она молится, чтобы просто-напросто оказаться за кулисами съемок Беверли-Хиллз. Завтра все поедут в центр и попрутся за сэндвичами. Видите, они всего лишь готовятся к вечеру Супер Боула. Фильм продолжает быть историей дружбы и настоящей любви. Но она оскорбляет его, назвав Гуннером Хансоном и попросив автограф «Нет, дура». Здесь кожаное лицо играет Билл Джонсон. Мораль этого фильма – держись подальше от Биллов. Даже если он пытается ухаживать за твоим лицом с помощью чужого лица. Фу, это рожа Эл Джи. Я чувствую привкус жевательного табака. У Эл Джи еще остается надежда на безликое камео в «Братьях Блюз-2000». О, неважно. Он умирает со словами «Вот дерьмо». У нее много вопросов, на которые нужно ответить. Например, «Чоп-топ» – это автостопщик из первой части? И то, что всех интересует – могла ли металлическая пластина стать следствием этого инцидента? Нет, нет, никаких сомнений, что скелет – это автостопщик, а Чоп-топ – его брат-близнец. Что-то общее между ними есть. Хорошо, что она все еще молчит, размышляя над этими вопросами, в отличие от некоторых. Уничтожить все! Уничтожить все! Чувак! Мне кажется, что даже если бы их пещерный дом не рушился вокруг них, это место все равно было бы антисанитарийным. Им понадобятся прививки от столбняка каждый день. Пока они это делают, то смогут отработать свои комедийные номера. Кто пробежал? Куда пробежал? Сейчас мы его поймаем! Классический Чарли Маккарти. Сойеры не могут быть единственными возвращенными персонажами. Посмотрите, там останки Франклина в том же инвалидном кресле. Франклин. А ты уверен, что это Франклин? Да, это Франклин. Давайте дадим им побыть наедине. А теперь пришло время для рубрики Ллойда вырвана из контекста 9.1.1. Одинокая звезда клип недели. Серия про сон. Потому что нужно, чтобы кто-то тебе это сказал. Что сказал? Прекрати. Прекратить что? Умирать. Да, хватит умирать, мудила. Мы вернулись, и Деннис Хоппер все такой же потрясающий. Я всех отправлю в ад! Всех вас прямо в ад! Да, еще как отправит. Он тоже веселится, случайно напугав Стрейч. Нужно было дать Джейсону 12 лет. Вероятно, это то, во что бы превратился ремейк. Этот фильм меня удивляет. Он мне предупреждал, что там будет убийца со сверлом. Осторожно! Местами этот фильм может быть очень громким. Хоть это намного громче, чем у моего соседа. Мы все равно слышим, как они общаются, словно в романтической комедии. Давай поговорим! Давай это обсудим. Ничего страшного не произошло. Они могли бы устроить романтический ужин при свечах для этого разговора. А что? После танцев можно познакомиться со всей семьей. У него подружка! У него подружка! У него подружка! У него подружка! К сожалению, ей придется притворяться, что у его брата смешные шутки. Как неловко, ведь повар только сейчас рассказывает кожаному лицу о сексе. Я уверен, что он будет очень аккуратным. У тебя есть выбор, мальчик. Секс или пила? И выбор очевиден. В 80-х секс был очень грубым. Но пила! Пила – это семья! Ну здорово. А если я трахну пилу, это что, будет инцест? Я не согласен. Случаются кое-какие знакомые вещи. Например, сцена с ужином из первой части. Только это выглядит так, будто дело происходит на съемочной площадке пиратов Карибского моря. Вернулся даже дедушка, которому больше ста лет. Фильм убеждает сесть на каннибальскую диету. Я доживу до ста, и у меня будет классный замок. Это жидкая диета. Благодаря ей он свеж, словно роза. Стойте, жидкая диета? Да ну нафиг, мне нужны человеческие бигмаки. Вся эта сцена напоминает первую часть. Только с актерами, которых поменяли на Джерри Льюиса и Сэма Петрило, несносного деда и Бэби Хьюи. Этот каст заслуживает не только кулинарный трофей за Чили, но даже Оскара, они снова играют в игру с битьем по голове. Но им нужно торопиться, потому что пока они играют, еда на столе остывает, и им придется ее разогревать. После микроволновки вкус будет не тот. А в это время комедийные нотки сменяются тревожными, потому что после грузовика деревенщины в первом фильме, он помнит, что концовка – это больно. Беспечный ездок Хоппер на этот раз пришел более подготовленным. Парни, вам не следовало это делать. По крайней мере, без соответствующих разрешений. Трудно уследить за всеми его репликами в фильме. Я жнец, божий. Потому что одна круче другой. Итак, «Бензопила 2» – лучшее продолжение, которое заканчивается тем, что Деннис Хоппер сражается бензопилой с кожаным лицом, который не расстается с инструментом ни на ужине, ни во время избиения девушки. Это не похоже на первую часть. Здесь собственный стиль и тон, и они уникальны для этой франшизы. Так что да, это лучшее продолжение, как бы мне не нравился, сумасшедший Мэтью МакКонахи со своими робоногами. А теперь время прощаться. Это последняя роль Джима Сидоу в кино. А бедный дедушка не доживет до 140. Кожаное лицо бегает с бензопилой, торчащей из живота, но с ним все будет в порядке. Я уверен, что Хоппер пережил этот взрыв. И даже Билл Моусли вернется. Но я шучу. Это роль из другого фильма, которая сбила меня с толку. Черт, я абсолютно уверен, что снаружи произошло какое-то апокалиптическое событие, пока они были внизу. Если это противостояние, то Чоптоп может стать идеальным мусорщиком. Он заплатит за мясные нарезки из людей, а также за вырезанное камео Джо Боба Брикса. Несмотря на то, что его указали в титрах. Видите? Это точно противостояние. Но в своей манере он во всем обвинил Горбачева. Роба. Чертовски верно. Именно он виноват в том, что из инопланетянина вырезали Харрисона Форда. Итак, если первый фильм закончился одним из самых знаковых кадров в истории ужасов, Боже, то во второй части... К сожалению, ей не сравнится с отчимом. Конец. Топ Хуппер представляет первый фильм Роба-зомби. Фильм представляет собой истекающий кровью шведский стол из цитат, великолепных декораций от Кэрри Уайт. Стоп, Кэрри Уайт? Я думаю, что это по-любому какая-то отсылка на какой-то ужастик. И, конечно, феноменальные спецэффекты Тома Савини, который назвал грим дедушки своей лучшей работой. Фильм получил плохие отзывы, да, но смог отбить бюджет в 4 миллиона долларов, что позволило снять хоум-видео «Охотники за бандитами». Так что да, благодаря этой обложке я готов простить этому фильму все его дерьмо. Это один из лучших пародийных сиквелов, получивший статус культового наряду с такими фильмами, как «Зловещие мертвецы 2» и «Гремлины 2». Первая часть моя любимая, за то, что она до сих пор может напугать меня до усрачки. Но вторая отлично подходит на тот случай, если вам надо расслабиться под бухлишко, сигаретку, тарелку чили и поржать как лошадь. На следующей неделе никаких конкурсов и опросов, потому что у нас День Святого Валентина, и мы должны закрутить роман. Но немного кровавый, конечно же. Спокойной ночи! Спокойной ночи! Спокойной ночи!